Всем привет, с вами Трестания и я рада приветствовать вас! Сегодня я покажу вам процесс создания вот такого комплекта, состоящего из сережек и кулона из полимерной глины в технике Борджелло. Для работы нам понадобится 4 цвета полимерной глины, 3 каттера листочка разного диаметра, лезвие, игла, моделирующий инструмент с лопаточкой, щетка, фимогель, кисточка, микопудра. Раскатываем 3 цвета полимерной глины в пласты одинаковой толщины. При помощи иголочки прорисовываем текстуру на каждом пласте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Когда пласт готов, раскатываем еще один из остатков полимерной глины, более тонкий, чем прошлая подложка, и на него будем выкладывать финальный узор. Отрезаем полоски и кладем на подложку. Все последующие полоски чередуем поэтапно. На одну ступень вниз, затем еще на одну и потом возвращаемся кверху. Таким образом рисунок смещается, образуется новый узор. Подготавливаем основу из черной полимерной глины и текстурируем ее щеточкой. Отложим ее пока в сторонку. Катером среднего размера листочка вырезаем две заготовки для сережек и одну катером побольше для кулона. Края каждой заготовки текстурируем щеткой и тонируем пудрой нижнюю часть, подложку. Продолжение следует... На подготовленную основу кладем заготовки, но вырезаем катерами большего размера. Чтобы все хорошо держалось, нанесем немного фимогеля и аккуратно прижимаем. Продолжение следует... В таком виде отправляем на обжиг при температуре 110 градусов в течение 35 минут. Когда заготовки остыли, я присоединила фурнитуру и готова. Вот такой комплект у меня сегодня получился. А наш урок подошел к концу. Вы смотрели мастер-класс от Тристани? Ставьте пальчик вверх, если вам было интересно со мной. Оставляйте комментарии. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. До новых уроков! Пока-пока!